Это магия какая-то. Как только звучал его голос, вокруг воцарялась тишина. Тихий это был голос, но его хотели слушать и слышать все. Тёмная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит провода, тускло звёзды мерцают. Эта песня буквально потрясла страну в самый тяжёлый год войны. От неё исходила такая непоказная уверенность в неотвратимой, хоть и очень нелёгкой победе. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в бою. Только Бернес мог так неотвратимо и без всякого пафоса подарить надежду. И сегодня песни в его исполнении ни с чем не сравнимы. Исполнение вот именно Марка Бернеса такое спокойное, задушевное, но вот сейчас такого, по-моему, нет. Мы сейчас такого не слышим, поэтому хочется петь, хочется, чтобы знали эти песни. Бернес – это знаковый такой исполнитель, особенный. В общем, такого сейчас, в общем-то, трудно найти. Мы его возвращаем. В репертуаре вокального коллектива «Патриот» к песням Марка Бернеса особое отношение. Каждый год разучиваются новые произведения. И именно в прочтении Марка Бернеса они приобрели такую популярность. В них много личного и знакомого для многих его поклонников. Я, во-первых, одессит, а Бернес – почетный житель города Одессы за песню. Второе – он поедет, давно не бывал я в Донбассе, а мой отец из Донбасса. Вот этот репертуар, который вошел, я весь помню. С 36-го года песни до военной, послевоенный период, военной, темная ночь. Многие отмечали, его исполнение именно авторское, лучше спеть было нельзя. И он действительно был непревзойден и на экране как актер, и на эстраде как певец, а особенно на радио и телевидении. Но сегодня его там нет. Пришло время вспомнить забытые имена. Имена, возможно, и забытые, но творчество не забытое, потому что песни поются, картины смотрятся, стихи читаются. Конечно, Бернес всегда с нами. Он неотделим не только от своего времени, но и от нашего культурного кода. Его песни – как послание на многие десятилетия вперед. Сергей Берзин, Константин Бондаренко, Первый Матичинский.